Всем привет, привет! С вами снова я, Энтони Улай, и это очередное видео на моём канале. И да, сегодня я сижу на полу, потому что мне так захотелось, как видите, у меня нет адекватных причин, чтобы это объяснить. И знаете, сегодня я расскажу вам одну очень занимательную историю, но я не хочу, чтобы вы думали, что я это делаю, потому что я хочу, чтобы меня пожалели, или я хочу, чтобы на меня обратили внимание, или мне не хватает слов поддержки. Нет, я хочу рассказать эту историю просто потому, что мне кажется, она кому-то может помочь. Вот почему я хочу рассказать эту историю, и я хочу, чтобы вы держали в голове этот факт и просто послушали то, о чём я вам расскажу. И так, в принципе, да, о чём история? Я сейчас чувствую себя сейчас надей миловато, но я не буду пользоваться тем фактом, что это такая достаточно грустная история. Так вот, вы уже увидели в названии слово «ожирение». Да, я не знаю, есть ли оно в названии. Возможно, оно есть, посмотрели бы нет, я ещё не знаю, как я назову это видео. И, в общем-то, да, я просто сразу скажу вам тот факт, который просто есть. Мне однажды поставили диагноз «ожирение». Не подумайте, да? Конечно, не подумайте, по таким-то щекам, как не подумать. И сделаем просто небольшой throwback чуть-чуть назад во времени. Ну, не чуть-чуть назад во времени, достаточно давно, это было аж в восьмом классе. И, по-моему, в восьмом классе мне было сколько лет? 13? 12? 14? Я не помню. По-моему, мне было 13 лет тогда. И вот, в общем, то есть это было 7 лет назад, и с этого момента очень много воды утекло. Я уже давно закончил школу, я учусь в университете, я уже выгляжу совсем по-другому, я веду себя по-другому, я вообще абсолютно другой человек. Так вот, в чём, собственно, дело? Однажды в этом восьмом классе мы, мальчики, проходили медосмотр в актовом зале, и на тот момент у меня было не всё в порядке с самооценкой. То есть это такая эпохальная тема на моём канале, но тогда мне казалось, что я вообще ни о чём. Многие увидят во мне себя, но, по правде говоря, в этом нет ничего хорошего. Я, откровенно говоря, себя не любил, я не любил ни своё тело, ни какие-то свои другие особенности. Мне не нравилось ни моё лицо, ни мой нос, ни мои зубы. То есть в тот момент у меня ещё начал зуб прорезаться, который буквально-таки испортил мне всё улыбку. Это сейчас всё более-менее нормально. Тогда всё было просто ужасно, и у меня по этому поводу тоже был огромный комплекс, что я долго не мог улыбаться нормально, и постоянно прикрывал рот рукой. Я был самым маленьким в классе из мальчиков, то есть я стоял в конце. На физкультуре всегда я стоял в конце. Я не умел играть ни в какие спортивные игры. Можно подумать, ты сейчас умеешь это делать, но... Я научился подтягиваться, я этим очень горшусь. Научился, правда, уже после того, как я закончил школу. Ну, кому какая разница. Медосмотр в восьмом классе. Проходили его все мальчики, и на тот момент у меня касаемо этого были небольшие траблы, потому что я как-то стеснялся показать себя в верхней одежде, без футболки и тому подобное, потому что все мальчики были высокие, все мальчики были с кубиками. Даже в восьмом классе есть у кого-то кубики, чему я вообще удивляюсь до сих пор. Хотел вспомнить, как увидели восьмиклассники тогда, и сейчас... Опять я не хлопаю дверью. Ненавижу. То есть, если кто-то до сих пор думает, что мальчики по этому поводу вообще не заморачиваются, что они не сравнивают себя с другими парнями и тому подобное, вы глубоко ошибаетесь. Мы все друг друга сравнивали в подростковом возрасте. Мы все хотели выглядеть как тот или иной человек, мы все хотели такое же тело, мы все хотели такое же лицо, мы хотели популярность или что-то в этом духе. В общем-то, какие-то вещи, которые нам хочется иметь в подростковом возрасте, потому что мы смотрим какие-то сериалы, мы читаем какие-то книги, и нам всего этого хочется. И да, у меня был комплекс по поводу собственного веса, но я не придавал этому прям такого сильного значения до того, как я начал проходить медосмотр Я вот так вот просто прикрываю свое тело, подошел к одному из докторов, и она начала просто осматривать мое тело и смирять рост, вес и т.д. На тот момент я был достаточно крупным мальчиком, то есть щечки там тоже все было достаточно крупное во мне Я был не выше, по-моему, 150, может чем-то сантиметров, может 160, там где-то, я был, короче, очень маленький Стоя вот так перед рычем, я честно думал о том, чтобы, господи, пусть это все закончится И краем глазом я вижу, что на бумажке она мне пишет, что у меня ожирение первой степени Неловко, да? А прикиньте, каково мне было неловко это видеть В окружении мальчиков с кубиками Для тех людей, которые немножечко не догоняют, что такое ожирение Ну, я, по крайней мере, думаю, что ожирение это когда ты жрешь в маке постоянно и весишь 300 кг Возможно, есть, да, такой фактор Но ожирение это когда, получается, масса твоего тела, вот этой жировой твоей подкладочки Больше твоего веса настоящего в несколько каких-то процентов То есть первая из четырех степеней ожирения это когда вот этот жирочек твой меньше 25% от общей массы твоего тела То есть все различается у подростков, у детей, у взрослых мужчин и женщин, ну, в старческом возрасте Все различается, у всех разные симптомы И у всех людей это все как-то раскладывается В данном случае я могу использовать таким словом Использоваться таким словом Что это было за словосочетание, где ты его вообще взял В данном случае я могу использовать это словосочетание, надеюсь Так, чтобы описать, что у всех людей ожирение проявляется по-разному То есть, если вы не верите, то оно у меня было К сожалению, его справочку показать вам сейчас не могу Но это то, что я действительно запомнил Мое ожирение, назовем это так, было сосредоточено вот в районе животика Живота моего пузика У меня было достаточно непропорциональное тело У меня всегда были худые руки, у меня всегда была худая грудная клетка Но все, что шло ниже, было большим То есть, у меня был животик, животень, пузяко, пузич Мне это поставили и после этого моя самооценка, вот просто, вы знаете Она была вот на таком шатком уровне Меня просто толкнули и все, я упал в пропасть того, что просто... Какой-то Неверленд просто Оттуда не возвращаются Если вы не знали, то у меня еще и раньше до этого были пищевые расстройства То есть, я достаточно какое-то время лежал в инфекционной клинике С диагнозом гастрит, по-моему И, в общем-то, это были мои самые довольно-таки ужасные воспоминания с детства Потому что мне казалось, что меня там бросили, оставили И я больше никому не нужен То есть, о таких вещах вообще лучше не вспоминать У меня всегда была склонность к полноте Особенно в лице и вот в каких-то определенных частях моего тела И если... Вот я знаю, что уже будут, скорее всего, люди, которые говорят Нужно упорно трудиться, работать, есть, правильно питаться, ходить в спортзал и т.р. и т.п. У меня есть юношеский разряд по плаванию Если вы не стали Я два года занимался самообороной Ребят, поверьте мне, сбросить вес — это не так уж и легко Особенно, когда он сосредоточен в одном месте И особенно, когда твоя самооценка — это просто вот вон там, внизу Я знаю, что есть молодые люди и девушки, которые мне скажут, что Вот, подкачаться и стать как-то таким вот красивым — это не так уж и в принципе трудно Вы просто радуетесь тому, что у вас хороший метаболизм Вы радуетесь тому, что у вас позволяет рост У вас не было никаких проблем с этим Радуетесь тому, что у вас есть достаточно хорошая комплекция для того, чтобы все это сделать У некоторых людей этого нет Некоторым людям сбросить один килограмм — это, ну, блин, это подвиг всей жизни И это не зависит от того, сколько они будут сидеть на диетах, сколько они будут пить воды, сколько они будут заниматься Просто это тяжело для некоторых Возможно, вам покажется смешным, что я раньше переживал за таких вещей Потому что парни не плачут, это рендопонобное То есть нужно было как-то абстрагироваться от всего этого И просто пережить, возможно, это все Но когда ты не самый красивый, твою мать, в подростковом возрасте Это очень сложно То есть, когда тебя обзывают или как-то намекают на твои недостатки Постоянно тебе говорят, что ты не так выглядишь, не так ведешь себя, не так одеваешься Что ты жирный и просто похож на Китай Это, конечно, не очень приятно, я вам скажу, что, блин, ну, хоть песенки про меня не сочиняли И то спасибо на этом Это было чувство дискомфорта Даже не то, что дискомфорта, это было чувство дискомфорта именно по отношению к себе Не по отношению к другим людям, а по отношению именно к себе Потому что я думал, что это из-за меня, что я неправильно ем, я неправильно питаюсь Я какое-то время иногда себя мырил голодом, чтобы просто похудеть И потом это все ко мне возвращалось Я стрессовал очень много, резко худел Потом резко эти килограммы все возвращались У меня дома постоянно можно было видеть какие-то таблетки То есть это постоянно были какие-то витамины, чтобы держать мой вообще какой-то гормональный фон подростковый В каком-то состоянии более-менее покоя Я не собираюсь рыдать здесь Отрыдались уже в школе, хватит с меня Это бы дерьма Сейчас на меня посмотрите Какое Сейчас меня все устраивает абсолютно в себе Сейчас мне нравится мой вес, мне нравится мое тело Мне нравится мое Может быть где-то в 11-10 классе я начал как-то постепенно контролировать свой вес Я начал ходить в спортзал, я начал бегать И вот такие вот постоянные какие-то нагрузки И более-менее какой-то постоянный стресс Я старался держать себя в руках, чтобы просто не изводить себя Я просто начинал понимать, что если я продолжу говорить себе, что я весь такой жирный Что я страшный, что я некрасивый, что меня никто не полюбит таким Я просто свихнусь и, блин, не знаю, сделаю что-нибудь неправильное Сейчас я думаю, какой это все был бред на самом деле Не важно, какое у тебя лицо, не важно, какой у тебя цвет глаз Не важно, какой у тебя цвет кожи Не важно, какие у тебя ноги, не важно, какой у тебя рост Все это нахрен вообще не важно Потому что любую внешность можно продать Любую Научиться жить с собой вот в этой зоне комфорта Говорить себе, что может мы и не самые красивые Но твою мать, вы посмотрите Вот просто на вот это все Все это можно сделать самому Можно научиться любить себя Просто исходя из каких-то действий Можно создать вокруг себя вот этот шарик Вот этот шарик уверенности в себе И сделать так до тех пор, пока ты действительно не поверишь в то, что ты уверен в себе То есть вот эта вот фраза моя любимая То есть притворяйся до тех пор, пока ты действительно не осознаешь то, что ты это делаешь Господи, мою бы самооценку сейчас вот в школу просто Вот вернуть в те времена и вот просто я бы всех разбомбил Потому что сейчас я просто... И да, на сегодня у меня все Я надеюсь, вам понравилось это видео И если да, то я очень этому рад Надеюсь, вы подчеркнете для себя что-то полезное из этого видео И перестаньте переживать из-за тех вещей, которые не заслуживают ваших переживаний Потому что слишком много дерьма в мире И вы не хотите просто быть частью этого Думайте позитивно Настройте себя на позитивный лад Любите себя, любите других Будьте ответственными Не забывайте следить за собой И помните, вы молодцы И да, ребят, с вами был я, Антонил Лайк Главное помните, всегда оставайтесь верными в себе И удачи вам во всех ваших начинаниях Я вас очень-очень люблю И, кстати, я решил зарегистрироваться на фейкбуке Чтобы подбить себя к писательству Наконец-то Так что вы можете на меня подписаться Я не знаю, можно ли сделать это на фейкбуке Но, в общем-то, да Оставлю ссылку внизу Увидимся с вами совсем скоро на этом же самом месте Пока